Мы сам казанный комплекс сюда вынесем вперед, стенку тоже нарастим, чтобы у нас была возможность создать канал, защищенный уже от облицовочного кирпича. То есть вот это считается облицовочный кирпич, вот он. И с этой стороны он никак не защищен, то есть сразу видно, что пламя будет бить в облицовочный кирпич. Возьмем инструмент хороший и будем это все ломать. Как все интересно установлено, нам нужно по-хорошему ее все сместить, то есть всю вот эту стенку сместить на лицевую часть. Ну вот в принципе осуществили разбор, выявили здесь такие недостатки, как кладка вся осуществилась на пустотелый кирпич, то есть и забутовка произошла вся на пустотелый. Все выложено до такой степени безобразно, что где-то какие-то кусочки вот прямо вот можно их показать. Все это просто закидано, завалено, засыпано. Сразу видно, что работали не специалисты. Сейчас у нас план действий такой, что нам нужно сделать лицевую часть из этого же кирпича из пустотелого. Мы сейчас лицевую часть поднимаем и потом делаем топочную часть, канальную часть из полнотелого кирпича, то есть из печного кирпича. Сейчас мы лицевую поднимем, установим дверцы и перейдем к футеровке, то есть футеровка будет осуществляться из полнотелого, чтобы защитить облицовочный кирпич. Хочу заострить ваше внимание на то, что здесь у нас канал, дымовой канал идет рядом с пустотелым кирпичом, то есть как я и говорил ранее, что у нас вот эта стенка, вот эта стенка, прямой удар огня идет в пустотелый кирпич. И здесь получается небольшое расстояние, если точно показать, вот он канал, буквально такое отверстие и по всему периметру идет пустотелый кирпич, такого быть не должно. Наш план действий такой, что мы разбираем вот этот угол, формируем здесь трубу и защищаем ее от облицовочного кирпича. Продолжение следует... Ну вот, сделали мы облицовочную часть, выложили ее на цементный раствор, установили здесь 12 рядов, 12 рядов это уровень стола получается. Даже печи посмотрим, то есть печи тоже идут на 12 рядов, плита устанавливается. Сделали здесь забутовку, забутовку сформировали, то есть где у нас будет устанавливаться казан. Здесь будем также имитировать футировочную часть, защищать вот это все. Также используем здесь коалиновый мат, то есть вот этот кусок, негорючий материал. То есть он у нас будет играть роль, можно сказать, на расширении, то есть как амортизаторы. То есть, допустим, шамотное ядро, если будет расширяться, оно будет упираться именно в вату. Она не будет повреждать облицовочную часть. И то же самое с передней стороны, с лицевой. То есть, когда на ребро устанавливаем, когда на ребро устанавливаем кирпич, он будет защищать облицовочную кладку, этот пустотелый кирпич. Сам центр очага будет в середине. Сейчас закончим формировать канал и перейдем к футировке. Впоследствии, то есть, если вы не зафутируете, не защитите облицовочный кирпич, то есть не оставите зазор на расширении кирпича, то есть как это выполнено здесь в мангале, да, мы, когда осуществляли зиму, мы шамотное ядро не трогали. Впоследствии чего там не образовался зазор. И при нагреве, то есть при растопке, при хорошей топке, этот шамотный кирпич, он расширяется. И впоследствии задняя стенка у нас повредилась. То есть можем ее посмотреть. Вот она трещина, вот она. Потом впоследствии вот сверху все это пошло. Все вот эта трещина. И она все дальше и дальше пойдет. То есть в этой стороне у нас находится мангал. То есть расширение кирпича давануло облицовочную часть без зазора, да, и получилось у нас задняя стенка, она вся треснула. Эти последствия, то есть, чреваты тем, что придется эту стенку перекладывать. Так что сохраняйте зазоры на расширение, то есть соблюдайте эти моменты, и тогда эти последствия у вас просто-напросто не будет. Сейчас вам расскажу про кладочные растворы, которые используем для ремонта, либо используем их для футюровки шамотного ядра, да. Основная кладка у нас была облицовочная, осуществлена на цементный раствор. За бутовочная часть формирования, то есть топливника, ну, все, что не касается, где огня, у нас сформировано на глиняно-песчаный раствор. Также можно осуществить эту кладку на геркулес, термостойкий клей до 350 градусов. А шамотное ядро, где будет пламя, где вот эта защита, все расширения будут, да, мы будем осуществлять кладку на мертель. Его свойства, он выдерживает 1780 градусов. Он желтого цвета, то есть фракция у него, как у шамотного кирпича, то есть можно посмотреть, да, как его нужно разводить. То есть вы замешали раствор, подождали буквально минут 5-10 и заново перемешали. То есть им нужно будет потом только пользоваться. То есть ему нужно будет настояться. Пропорции точно сказать не могу, то есть вообще раствор разводится как? Добавил воды, добавил этот раствор. То есть ничего лишнего, ничего дополнительного добавлять не нужно. То есть его нужно будет развести до такого состояния, как, ну, к примеру, густая манка. Ну, когда каша, густая каша. Воды налил меньше пол ведра. Сейчас насыпаем сюда раствор. Сразу сильно впитал эту воду. То есть водички можно будет добавить. То есть если посмотрим, раствор у нас еще густой. То есть таким раствором невозможно будет работать. То есть водички нужно добавить будет еще. Вот раствор у нас такой жиденький получился. Для чего он такой жиденький? Для того, чтобы осуществить нашу кладку шамотного ядра как можно на минимальный шов. Чтобы этот шов у нас впоследствии потом не высыпался. Если футируете печку или мангал и тому подобное, да, кладка осуществляется на как можно минимальный шов. Сейчас подождем 5 минут. На столице еще раз перемешаем. И продолжим осуществлять кладку. Мы сейчас установили коалиновый мат. То есть по всему периметру, по кругу, да. Когда будет происходить футировка, ну не только из красного, допустим. Красный он не так сильно расширяется, как шамотный. Но шамотный в любом случае придется защищать на расширении. Даже если будет эта облицовка и красный, в любом случае постарайтесь это защитить. Вы когда начинаете установку ядра, то есть это примерно будет выглядеть у нас вот так вот. То есть само ядро будет футироваться. Вы ни в коем случае прям вплотную-вплотную не прижимайте. То есть просто установили, чтобы у нее была возможность расширяться. То есть это касается большей части шамотного ядра. То есть именно желтого кирпича. ШБ-8, ШБ-5, ШБ-6. То есть огнеупорные кирпичи. То есть и такой процесс идет по кругу. Сама у нас варочная плита должна установиться именно на шамотное ядро. Ну или на вот эту футировочную часть топливника. И то есть когда у нас будет шамотное ядро подниматься, опускаться, подниматься, опускаться при расширении, у нас будет плита именно сама по себе подниматься. То есть плиту не нужно устанавливать на эту, ну не основную часть, на облицовочную. То есть не нужно ее устанавливать. Если вы ее установите на облицовочную, либо на эту, а у вас потом примыкание плитки, то есть может быть разрыв, либо плитку повредит. То есть этот момент вы должны учесть. Но сейчас продолжим, то есть выкладку под колосник уже выпилен, момент, то есть вот они, два кирпичика под колосник, здесь у нас, если посмотрим внимательно, вот эта вата, ее можно спокойно потом в процессе убрать, здесь у нас получается, остается поддув воздуха, это в том случае, если у вас дверца будет со стеклом. Продолжение следует... Ну все, сейчас мы получается нарезали мат вату для того, чтобы проложить на шамотное ядро, то есть это будто бы на шамотное ядро, мы на него накладываем вату, чтобы мы могли спокойно установить плиту. То есть прокладываю сейчас ее кусками для того, чтобы выставить уровень. У нас плита деформированная, она гнутая уже получается, и сейчас получается, что местами, местами у нас где-то чуть больше, где-то чуть меньше вата наложено. Сейчас берем ее, прикладываем. То есть обратим внимание, это наша перегородка, то есть перекрытие. Здесь варочная плита не доходит ее, здесь тоже перекрытие, она не доходит также. Здесь небольшой зазор, и здесь небольшой зазор. Допустим, расскажу, как это будет дальше у нас выглядеть. Мы должны выставить плиту, ну то есть будет такая вот плитка керамическая, да, приклеить ее на раствор. И выставить так, чтобы у нас плита была либо чуть-чуть выше, либо в уровень. Ну тут уже как получится, по-другому, наверное, скорее всего она будет у нас торчать. Отступим эту плитку на 0,5 от самой варочной плиты. А сюда установим шнур термостойки светленький, чтобы у нас плита имела зазор на расширение. Но в принципе можно сказать и все.